Всем привет, друзья, с вами Дастер. Совсем недавно прошёл фангейм Директ, на котором нам показали трейлеры многих фан-игр. В том числе и ФНАФ Минус, который сейчас именуют как Welcome to Freddy's. Да, я сильно запоздал с новостями, но если вы не слышали об этом проекте, то сегодня я предлагаю разобрать его. Мы посмотрим на тизеры, последний трейлер, а также на ВХС. Ну и в конце я выскажу своё мнение об этом проекте. Ну и давайте начнём с тизеров. На первом тизере мы видим Бонни, смотрящего в камеру, а сзади ещё двух аниматроников. При осветлении картинки можно увидеть, что слева, скорее всего, стоит Спарки. А вот справа, я так честно говоря, я не понял, но похоже на Фокси. Либо же Мангл. Хотя это нам ничего не даёт, и особо-то и не важно. А вот второй тизер уже поинтересней. Здесь мы видим Спарки и надпись Did you forgot about me? Что переводится как Ты забыл обо мне? Смысл этого тизера, в принципе, понять легко. Многие забыли о Спарке. Как о самом первом мифе, появившемся ещё во времена первого ФНАФа. Однако, в этой фан-игре он будет. Причём, как отдельный аниматроник, а не просто пасхалка. Третий тизер, как я считаю, самый интересный. Ведь здесь нам показывают почти всех аниматроников. Кроме Голден Фредди, конечно. Хочется отметить, что модель оригинальной четвёрки достаточно сильно изменилась. И мне они нравятся. Самые кардинальные изменения потерпела Чика. Теперь она больше смахивает на той версию. На четвёртом тизере мы видим офис. Особо распинаться я тут не вижу смысла, поскольку это просто офис с первой части, только очень сильно переработанный. Самое главное, чтоб нос у Фредди делал. Пятый тизер показывает нам камеры, а также аниматроников на сцене. И вот камеры здесь потерпели кардинальные изменения. По сравнению с первой частью, камеры расположены по-другому, а также добавилось много новых. Камеры 7А и 7Б находятся вообще как будто за зданием. Остальные новые камеры я перечислять не буду, просто вот вам карта камеры с первого ФНАФа. Можете сравнить. На шестом тизере мы видим офис, а также Кексика Итальянца. На следующем тизере нам показан Бонни, смотрящий в камеру. Опять же, выделить здесь что-то особенное я не могу. Ну и последний тизер показывает нам аниматроников, стоящих на сцене. Кексик, к сожалению, уже не итальянец, а сзади написано. Фазбер, фантастическая и весёлая банда. А также по всем канонам ФНАФа огромная надпись «С днём рождения». Хочу сказать, что тизеры реально интересные. Я не удивлюсь, если этот ФНАФ станет лучше, чем ФНАФ Плюс. Хотя, соглашусь, ФНАФ Плюс меня всё же зацепил больше. Ну а ждать пока Физнам выпустит ФНАФ Плюс примерно столько же, как и фильмы по ФНАФ, то есть доху... Ну а далее давайте посмотрим на тизер трейлера, который вышел совсем недавно. ФНАФ Плюс ФНАФ Плюс ФНАФ Плюс ФНАФ Плюс ФНАФ Плюс ФНАФ Плюс КОНЕЦ Ну и что же я могу сказать? Да то, что это офи... Ну короче, давайте перейдем к разбору этого прекрасного трейлера. Еще по прошлому трейлеру мы могли понять, что в игре будет генератор, который постоянно будет ломать спарки, а нам нужно будет его восстанавливать. Что как раз таки нам и продемонстрировали в этом трейлере. Также будет добавлено три игровых режима. И из того, что нам показали, понятно, что мы будем сидеть в какой-то комнате с трубами и будем их чинить. С помощью компьютера. Ну а сзади к нам будут подходить аниматроники, которых нам нужно будет отпугивать скорее всего фонариком. Также в игре будет то, что нельзя отнять любого ФНАФа. Это экстра меню и кастомные ночи. Ну а охранником все так же будет Майк. Это мы можем понять не только по комнате Майка из начала трейлера, но также и по надписи, которая гласит «Мы все знаем, зачем ты сюда вернулся, Майк». Ну и конечно же я хочу отметить офигенно сделанного Фредди, что является переработкой типа скримера из ФНАФа 1, когда у нас мелькала надпись «It's me». Я не думаю, что вам будет охота смотреть трёхминутный ВХС, но вот вам тот самый момент, когда всё пошло не по плану. И да, не удивляйтесь качеству анимации, ведь тогда этот проект ещё назывался ФНАФ минус, да и самый ВХС уже целый год. Ну и напоследок могу сказать, что я действительно жду этого проекта. Как я и говорил в начале, ФНАФ плюс зацепил меня всё же больше, а именно модельками аниматроников. Однако в «Welcome to Freddy's» я жду всё же больше, чем ФНАФ плюс, по одной единственной причине — геймплей, который обещает быть очень интересным. Ну и конечно же я жду этот проект из-за кексика итальянца. Ну и всем спасибо за просмотр, друзья, с вами был Дастер, всем удачи, всем пока!